Аминь! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Из беседы святителя Иоанна Затаустова Будем помнить о Христе во время искушений. Когда терпим что-либо от злых людей, то, взирая на начальника нашего и совершителя веры, будем представлять себе, что терпим за добродетель и за него. Если станем помучать об этом, то все будет легко и сносно. В самом деле, если каждый даже хвалится тем, когда страдает за возлюбленных, то будет ли чувствовать какую-либо скорбь тот, кто претерпит что-нибудь за Бога? Если Христос ради нас назвал славой то, что всего поноснее крест, то тем более так должно думать и нам. Если же мы можем столько презирать страдания, то тем более богатство и любостяжание. Итак, когда нам предстоит потерпеть что-нибудь неприятное, мы должны помышлять не только о трудах, но и о венцах. Как купцы думают не только о морях, но и о прибыли. Так и нам должно помышлять о небе и о дерзновении к Богу. Если приятную представляется тебе любостяжательность, подумай, что на это не соизволит Христос, и она тотчас же покажется тебе противною. Опять, если тебе тяжело будет подать нищему, то ты не останавливайся мыслью на издержке, а тотчас же представь себе жатву от этого сеяния. Сурова добродетель, но будем представлять ее обреченную, величие будущих обетований. Люди с душою возвышенную находят ее и без этого, само по себе прекрасно, и потому стремятся к ней, живут добродетельно, не из-за наград, а для угождения Богу, и высоко ценят целомудрие не для того, чтобы избежать наказания, а потому что так повелел Бог. Если же кто более немощен, то пусть представляет себе и награды. Так будем поступать и по отношению к милостыне, будем милосердны к едоплеменникам и не станем презирать гибнущих от голода. Подумай, как ты будешь умолять Бога о помощи, когда отвергаешь пришедшего к тебе нищего. Какое сказано мерою мерите, такую и вам будут мерить. Евангелие от Матфея, 7 глава. Бог обещает нам небо, а мы не подаем ему и хлеба. Итак, не будем всегда искать покоя, чтобы там насладиться покоем. Предпримем труды для добродетели, отсечем излишнее, не станем искать ничего большего, но все, что имеем, будем расточать на нуждающихся. Иначе какое мы будем иметь оправдание, когда Бог обещает нам небо, а мы не подаем ему и хлеба. Он возжигает для себя солнце, Он возжигает для тебя солнце и представляет всю тварь в твое служение, а ты не даешь ему и одежды, и не хочешь разделить с ним и твоего крова. И что я говорю о солнце и о тваре? Он предложил тебе тело и даровал честную кровь, а ты не даешь ему и чаши воды. Но ты подал однажды. Да, это не милость. Если ты не подаешь, пока имеешь, ты не все еще исполнил. Ведь и девы, у которых были светильники, имели илей, но не в достаточном количестве. И в том случае, если бы ты подавал от своего, тебе следовало бы скупиться, но ты не подаешь, принадлежащее Господу. Зачем же? Скряжничаешь. Хотите ли я скажу причину твоего бесчеловечия? Эти люди любостяжанием наживают имение и от того скупы на милостыню. Кто привык так приобретать, тот не умеет и сдерживать. Как в самом деле тому, кто привык к хищничеству, расположить себя противному. Как будет давать другому своему, кто берет чужое? И пес, как скоро привык питаться мясом, уже не может охранять стадо. Почему пастухи убивают такого рода псов? Чтобы и с ними не случилось того же, чтобы и с нами не случилось того же, будем воздерживаться от такой пищи. Ведь и те питаются плотью, которые бывают причиной голодной смерти. Не видишь ли, как Бог сделал все для нас общим? Если же допустил иным быть в бедности, то и это для облегчения богатых, чтобы они, подавая бедным милостыню, могли освободиться от грехов. А ты и в этом отношении стал жестоко бесчеловечен. Отсюда видно, что если бы и в большем ты имел такую же власть, то совершил бы множество убийств и отказал бы всем и в свете, и в жизни. Чтобы этого не случилось, Бог и в богатстве положил предел твоей ненасытимости. Аминь. Завтра 8 часов утром молитву.